МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналист Евгений Слюняев Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф Сегодня, 26 июня, отмечаются установленные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблениями наркотических средств и их незаконным оборотом. В разные годы истории 26 июня происходили следующие события. В 1829 году Александр Пушкин прибыл в действующую армию на Кавказ и сразу же принял участие в сражении с турками. В 1831 году в этот день началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры. Она унесла жизни более 4700 человек. 26 июня 1884 года вышел указ императора Александра Третьего об учреждении в России церковно-приходских школ. 26 июня 1907 года началась вторая Сихоте-Алиинская экспедиция знаменитого русского путешественника, географа, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева. В 1911 году в селе Красная Сосна, ныне Базарно-Сызганского района Ульяновской области, родился герой Советского Союза Дмитрий Семенов. Ему довелось участвовать сначала в Советско-финской войне, а с июля 1941 года он воевал уже на фронтах Великой Отечественной. Прошел практически всю войну. Гвардии старший сержант, командир пулеметного расчета Дмитрий Семенов погиб 25 января 1945 года на территории Польши, освобождая ее от немецких захватчиков. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. 26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». 26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика во главе с пилотом Николаем Гастелло направил свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника. Впоследствии Николаю Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а его имя на многие десятилетия стало символом мужества и самоотверженности. 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств подписан Устав Организации Объединенных Наций. 26 июня 1954 года в Калужской области в поселке Обнинское, ныне это город Обнинск, запущена в работу первая в мире атомная электростанция. 26 июня 1957 года Совет по медицинским исследованиям Великобритании опубликовал сообщение, в котором приведены доказательства высокой зависимости частоты заболеваний раком легкого от курения. 26 июня 1959 года близ Милана упал самолет Локхит. На тот момент эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Италии. В ней погибло 68 человек. 26 июня 1974 года столице Белоруссии Минску присвоено звание «Город-герой». А в 1979 году в этот день знаменитый боксер Мохаммед Али объявил о том, что завершает свою спортивную карьеру. 26 июня 1988 года на авиашоу вблизи французского города Мюлус произошла первая авиакатастрофа лайнера Airbus A320. 26 июня 1997 года основана антивирусная компания Касперского. А 26 июня 2004 года в Санкт-Петербурге началось регулярное движение поездов по новому тоннелю метрополитена между станциями Площадь Мужества и Лесная. Специальный репортаж О ходе реализации в нашей области национального проекта «Культура» на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложил заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев. Национальный проект состоит из трех федеральных проектов. Это «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Федеральный проект «Культурная среда» финансируем в текущем году составляет более 150 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Культурная среда» в регионе реализуются следующие мероприятия. Уже построено 6 сельских домов культуры в 5 муниципальных образованиях. В текущем году идет строительство дома культуры в селе Шивовка Сенгелеевского района. Уже подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации заявки на 6 объектов, которые должны быть построены в 2024 году. Продолжается реконструкция здания Ульяновского ТЮЗа. В результате реконструкции, во-первых, площадь театра увеличится более чем в 10 раз. Количество зрительских мест достигнет 300 со 180. Зал и сцена позволят принимать гастрольные спектакли лучших театров страны. Количество сыгранных спектаклей в год увеличится более чем в полтора раза. Появится возможность готовить новые спектакли, не останавливая прокат текущего репертуара. Количество новых поставленных спектаклей тоже вырастет практически в два раза. Будет создана современная театральная производственная база. Появятся два новых репетиционных зала. Будут обеспечены современные условия доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использование в некоторых спектаклях технологии тифо-комментирования. Это словесное описание для слепых. Важным преимуществом нового здания будут новые локации. Это фойе, который будет приспособлено до проведения концертных программ и новогодних интермедий. Театральное кафе, где будут поэтические, музыкальные и образовательные программы в формате квартирников. Также уникальной будет внутренняя площадка в закрытом дворе, которая позволит в теплое время года показывать спектакли на свежем воздухе. Одним из наиболее ярких и востребованных у населения Ульяновской области результатов реализации национального проекта культуры является создание сети библиотек нового поколения. Уже переоснащено 13 муниципальных библиотек в 5 муниципальных образованиях Ульяновской области. В модернизированных библиотеках обновляется пространство, закупаются книги, оборудование, осуществляется повышение квалификации персонала в библиотеке. Кроме того, в учреждении создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Эффективность мероприятия по созданию модельных библиотек доказывает ежегодный рост показателей посещаемости не менее чем на 30%. В 2023 году создаются еще три модельные библиотеки. Это библиотека номер 24 имени Александра Сергеевича Пушкина в Ульяновске, Майнская межпоселенческая библиотека имени Ивана Семеновича Полбина и Центральная детская библиотека Чердоклинского района. В текущий момент времени активно идут ремонт помещений и закупка оборудования. Торжественные открытия пройдут в августе-сентябре текущего года. Готовится сейчас заявка на 2024 год. Рассчитываем на поддержку Министерства культуры Российской Федерации восьми заявок на модернизацию библиотек в предстоящий период. Одной из приоритетных задач национального проекта стала поддержка творческого образования в Ульяновской области. Уже удалось оснастить специальным оборудованием и музыкальными инструментами 16 детских школ искусств и одно среднепрофессиональное учреждение – это Димитровградский музыкальный колледж. Начиная с 2021 года в рамках реализации национального проекта «Культура» появилась возможность производить капитальный ремонт детских школ искусств. И уже отремонтированы три детские школы искусства. Это и на Мауклинске районы, и две в городе Ульяновске. Сейчас идет капитальный ремонт, давно востребованный в детской школе искусства имени Варламова в Засвияжском районе. Работы начаты с конца мая и в этом году будут завершены. Готовится заявка на капитальный ремонт в следующем году трех детских школ искусств в Ульяновске, в Кузоватовском районе и в Димитровграде. В результате планомерно увеличивается количество детей, обучающихся в детских школах искусствах. Рост 107,2%. Новые инструменты и обновленные детские школы искусства – это действенный инструмент реализации национальной идеи, создания возможностей для самореализации и развития талантов по всем специальностям детского художественного образования. И как следствие достижение второй цели – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Результаты 2023 года говорят об этом эффекте. У нас 98 золотых медалистов на Дельфийских играх. В прошлые годы цифры в основном были от 60 до 80. Президент России Владимир Путин отметил, что национальная программа по развитию культуры должна получить значительное региональное измерение. То есть должна стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках нашей страны. И уже начиная с этого года в национальный проект «Культура» вошли мероприятия по техническому оснащению нескольких категорий муниципальных и региональных учреждений культуры, находившихся ранее за рамками данного национального проекта. И наш регион оперативно отреагировал на новые возможности. С 2023 года на национальный проект «Культура» вошли мероприятия по техническому оснащению муниципальных и региональных музеев. В 2023 году оснащен Майнский историко-краеведческий музей. Сейчас осуществляется оснащение Ульянского областного художественного музея оборудованием. Этот процесс будет завершен к сентябрю. На 2024 год Министерство культуры Российской Федерации направлены заявки на техническое оснащение одного регионального и десяти муниципальных музеев. В 2023 году в рамках национального проекта впервые выделены средства на оснащение региональных театров. Так будет оснащен Ульянский драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова. В 2023 году будет закуплено современное световое оборудование. Театр получит возможность создавать более качественные постановки, а также принимать на своей сцене ведущие российские театры. Особо хочется выделить результат по инновации региональных учреждений культуры. В 2024 году будет построено новое здание Ундоровского полиентологического музея. В мае месяце на строительство заключен двухлетний государственный контракт. Также на участие в конкурсе фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до полумиллиона направлены две заявки на оснащение кинозалов в Теренгуйском и Меликесском районах. Оформлена заявка региона и будут в 2024 году закуплены по одному автоклубу в Сурский и Кузоватовский районах. Такие автомобили – настоящие досуговые центры со сценой, кинотеатром и библиотекой. Одним из важных показателей нас проекта является количество волонтеров. В реестре волонтеров культуры Ульяновской области по состоянию на сегодняшний день уже почти 2500, мы уже в 70% от показателей 2024 года. Волонтеры оказывают существенную помощь в проведении культурных мероприятий различного уровня, таких как открытие модельных библиотек и вновь построенных клубов, международного фестиваля «Мир эпоха имена», международного кинофестиваля, знаменательных праздников и знаменательных дат «Дня России», «День Победы», «День города». Одно из направлений проекта «Творческие люди» – это увеличение количества работников, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры. Это серьезный ресурс, и впервые в стране есть возможность для каждого работника культуры повысить свою квалификацию на базе ведущих образовательных учреждений в сфере культуры. По состоянию на сегодняшний день повышенной квалификации 1162 специалистов. На сегодняшний день это тот кадровый потенциал отрасли, который реализует культурную политику региона и станет драйвером исполнения всех показателей национального проекта. В Ульянской области ежегодно проводятся культурно-образовательные программы для школьников, в том числе 12 таких программ в текущем году. На сегодняшний день почти 30 тысяч школьников стали участниками культурно-образовательных программ, организованных региональными музеями Ульяновской области. В реализацию национального проекта «Творческие люди» включено мероприятие по оказанию государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. В этом году поддержку получат 10 лучших работников и 12 лучших учреждений культуры. В рамках фестивалей и мероприятий с межрегиональным международным участием, проходящим в Ульяновской области, ежегодно приезжают более 300 исполнителей и коллективов со всей страны. В апреле известный фестиваль «Мир эпох и имена», который привлекает таких известных и именитых исполнителей, как Владимир Спиваков и Денис Мацуев. Особо стоит сказать о региональном проекте «Цифровая культура», который направлен на расширение возможностей предоставления услуг в сфере культуры. В настоящее время в Ульяновской области функционируют три виртуальных концертных зала. На 2024 год направлена заявка на создание еще трех виртуальных концертных залов в таких городах, как Инза, Барыш и Сенгелей. 225 онлайн-трансляций мероприятий региона размещены на портале «Культура.РФ». Развитие мобильного приложения «Культура-73» представляет собой простой, удобный и безопасный инструмент получения доступа к услугам учреждений культуры. Мероприятия по модернизации цифровой инфраструктуры позволили учреждениям культуры активно включиться в проект «Пушкинская карта». Это совместный проект Минкульта и Министерство цифрового развития Российской Федерации. Завершая свое выступление, заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев о текущих результатах исполнения плановых показателей реализации национального проекта «Культура» сказал так. Достижение в полном объеме результатов национального проекта обеспечит исполнение плановых значений ключевого показателя – это посещаемость учреждений культуры. Самое главное, что можно отметить по итогам реализации национального проекта – это доступность учреждений культуры, а это измеряется ростом числа посещений. По итогам первого полугодия прогнозируется достижение показателей свыше 70%. Поэтому есть уверенность, что плановый объем посещений в 2023 году будет выполнен. Поэтому все наши жители и гости нашего региона имеют возможность приобщиться к качественным мероприятиям, проводимым нашими учреждениями культуры. Прокуратура. Актуальный комментарий. Прокуратурой Ульяновской области проведена масштабная проверка соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Особое внимание в ходе проверки уделялось выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Кстати, нередко о нарушениях закона в этой сфере органы прокуратуры узнавали в результате мониторинга публикаций в средствах массовой информации. Тему продолжает прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области Олег Морозов. В текущем году секретариальным прокурором было выявлено 67 свалок несанкционированных отходов. В отношении должностных лиц органов местного самоправления, бездействующих при их ликвидации, возбуждено 3-4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 6.3 Кодекса Ульяновской области, Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и статьей 8.1 данного кодекса. Были внесены главам районных администраций представления о построении нарушений закона. В настоящее время уже ликвидированы 3 свалки. Остальные в стадии ликвидации. Вкусно и полезно. С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Вода – это основа жизни. С помощью воды протекают важнейшие биохимические процессы. Выводятся токсины. Недостаточное потребление воды может вызвать смерть быстрее, чем отсутствие любого питательного вещества. Повышенный питьевой режим необходим при вирусных заболеваниях, занятиях спортом, в условиях жаркого климата, при кормлении грудью и вредных привычках. Например, курение одной пачки сигарет в день увеличивает потребность в воде на 40%. В день человек теряет до 3 литров воды. Почти пол-литра уходит из организма только благодаря дыханию и еще больше через кожу. Дефицит воды в организме вызывает нарушение водно-солевого баланса, что способно спровоцировать образование камней в почках и мочевом пузыре, а также негативно сказывается на состоянии суставов, повышая риск развития артритов и артрозов, на повышение вязкости крови, а это повышенный риск инсультов, инфарктов, тромбозов, варикозной болезни вен и геморроя. Без достаточного количества воды нарушается пищеварение и перистальтика, начинаются процессы брожения, а затем и воспалительные процессы. Часто недостаток воды в организме становится причиной проблем с кожей. Кожа быстро теряет упругость, истончается, приобретает нездоровый, усталый, сровато-желтый цвет и легко складывается в морщины. Утолить жажду можно разными напитками. Главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожна считает, что идеальным напитком является все-таки простая вода. Идеальным средством утоления жажды считается все-таки чистая вода или несладкий зеленый чай. Также хорошо утоляет жажду разведенные натуральные соки, особенно сок из сельдерея, лимонный сок, разведенный с водой в пропорции 1 к 10. В жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры. Рекомендуемые температуры питьевой воды, напитков, чая 12-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потери солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка соленой воды, минеральной воды, молочнокислых напитков. Также можно использовать соки, витаминизированные напитки и кислородно-белковые коктейли. Дневная норма количества воды, поступающей с пищей и питьем, должна составлять 2,5 литра в сутки на человека, при высокой температуре окружающей среды – до 3,5 литра. При средней физической работе потребление воды должно достигнуть до 4 литра, а в условиях жаркого климата – 5 литров в сутки. Необходимое количество воды зависит не только от температуры и влажности окружающего воздуха, но также и от тяжести выполняемой работы. При тяжелой работе на открытом воздухе необходимо использовать до 6 литров питьевой воды в сутки. Летом при температуре выше 20 градусов рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Конечно, есть исключения, и это в первую очередь люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого есть проблемы с почками. Обильное питье в жару поможет организму не только поддержать баланс воды, но и избавиться от личных солей, не давая таким образом жидкости задерживаться и вызывать отеки. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Что такое кринж и как правильно использовать это слово? Позоритесь вы, а стыдно почему-то мне? Знакомо вам это чувство? Это состояние более коротко и ёмко можно описать словом кринж. Разбираемся с его происхождением и правильным использованием. Кринж – это заимство не из английского, в котором это слово может выступать как существительным, так и глаголом, первоначальное значение которого – съёживаться, скукоживаться. В русском языке для описания этого чувства можно было бы использовать фразы вроде «стыд за других» или «чужой позор». Однако многие сейчас отдают предпочтение ёмкому и экзотичному кринжу. И да, ударение в этом слове всегда падает на первый слог. Соответствующий глагол у нас, кстати, тоже встречается – кринжануть. Это более ёмкий и хлёсткий аналог фразы «испытать чувство неловкости за чьи-то действием». И последнее, о чём я хочу сказать, и существительное, и глагол пока относятся к сленговой лексике, и в словари не попали. И на этом у меня на сегодня всё. Всего вам доброго. Будьте здоровы. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Дом с биографией Улица Радищева, дом 39, корпус 1. История этого здания неразрывно связана с почётным гражданином Симбирска Михаилом Васильевичем Лебедевым. Человеком, чрезвычайно загадочным и таинственным. И при этом великом благотворителем. Сведения о его молодых годах крайне скудны. О нём писали, что молодой дворянин Михаил Лебедев был наделён крепким здоровьем, эффектной внешностью, отвагой, удалью и трудолюбием. В совершенстве владел искусством верховой езды и джигитовки, из-за чего некоторые полагали, что он служил прежде казачьим офицером. Плавал как рыба. Купался в свияге до поздней осени. В архиве сохранился документ о награждении симбирского чиновника Лебедева серебряным знаком Общества спасания на водах. Служебная карьера его тоже складывалась удачно. После учёбы в симбирской классической гимназии в 1840 году он поступил на службу в канцелярию губернатора. Рос по службе, получал ордена, но при этом успешный и далеко не бедный чиновник жил одиноко и замкнуто в маленьком домике с садовым участком на улице Мартыновой. В гости никому не ходил, к себе никого не приглашал, прислуги не имел, всё для себя делал сам. Одевался и питался очень скромно. Носил старомодную длинную шинель, над чем нередко нацмехались местные гимназисты. 29 июня 1893 года уже давно находившийся в отставке 72-летний бывший чиновник Михаил Васильевич Лебедев подал в Симбирскую городскую думу заявление следующего содержания. Весь принадлежавший ему капитал, который с учётом продажи его дома и садового участка превышал 66 тысяч рублей, это очень большие деньги по тем временам, не оставляя ничего для себя, он жертвует на вечные времена для открытия в Симбирске ремесленного училища для сирот. При этом Михаил Лебедев поставил несколько условий. Чтобы училище было открыто в этом же году и названо так «Ремесленное училище для сирот», основанное Михаилом Васильевичем Лебедевым в 1893 году. Чтобы для училища был приспособлен принадлежащий городу дом на Староказанской улице, где прежде помещалась вторая полицейская часть. И чтобы его, Михаила Лебедева, назначили попечителем училища с выдачей ему на содержание 42 рублей в месяц, поскольку после передачи городу своих 66 тысяч рублей денег у него не остаётся. В учебную программу Лебедев предложил ввести обучение по сапожному делу, портняжному и столярному, а также обучение живописи. Городская дума приняла щедрый дар, согласилась со всеми условиями, постановила присвоить Михаилу Лебедеву звание почётного гражданина Симбирска и поместить его портреты в ремесленном училище и в здании заседаний думы. И училище действительно было открыто в том же году и в том самом доме, указанном Лебедевым. На полном обеспечении за счёт денег Михаила Васильевича там обучалось 24 мальчика – круглые сироты. Для училища закупались инструменты и лучшее оборудование. После окончания училища лучшие из воспитанников могли открыть свои мастерские. На эти цели им выделялось ещё 50 рублей. Старенький попечитель мог ежедневно посещать своё любимое детище. Но однажды утром, 8 сентября 1901 года, училищный сторож, зайдя в квартиру Михаила Лебедева, обнаружил его отошедшим в мир иной. То есть и ушёл Михаил Лебедев так же, как и жил, тихо никого не побеспокоив. А его училище продолжало успешно развиваться. В 1914 году, когда училищу исполнилось 20 лет, на месте усадьбы Лебедева для него было построено новое здание. К этому времени здесь уже обучалось 40 воспитанников. Затем история училища круто изменилась под влиянием революционных событий в России. В 1918 году училище переименовали в школу квалифицированных рабочих. Портрет благотворителя был снят и утерян. Затем здесь разместился трудовой педагогический техникум. В годы Великой Отечественной войны здание предоставили эвакуированные из Киева швейные фабрики имени Максима Горького. Здесь шили шинели, ватники, гимнастёрки. О Михаиле Лебедеве в городе вспомнили в 1947 году, когда стали готовиться к празднованию 300-летия Симбирско-Ульяновска. Преподаватель Ульяновского педагогического института Пётр Сергеевич Бейсов порасспросил старожилов. С их слов был сделан акварельный рисунок, изображавший Михаила Лебедева в виде маленького старичка с седыми усами в длинной синей шинели и форменной фуражке. Шли годы. На базе фабрики имени Горького в Ульяновске было создано швейное объединение. Вокруг здания ремесленного училища Михаила Лебедева выросли новые производственные и административные корпуса. Сегодня наше швейное предприятие известно далеко за пределами области под брендом «Акционерное общество «Элегант». В какой-то момент история ремесленного училища, основанного Михаилом Лебедевым, словно сделав полный оборот, вернулась к исходной точке, но на новом уровне. Когда в здании ремесленного училища Михаила Лебедева разместилась ПТУ номер 17, где учились профессии будущие мастера швейного дела. А сейчас в этом здании находится Управление по вопросам миграции ОМВД России по Ульяновской области. Спортивный клуб 11 медалей разного достоинства собрали спортсмены Ульяновской области на чемпионате России по тяжелой атлетике, прошедшем в Новом Уренгое. Так, в весовой категории до 61 килограмма Олег Лаптев завоевал серебряную медаль в упражнении «Рывок» и стал четвертым в сумме двоеборья. В следующей весовой категории до 67 килограммов Альберт Шарков стал обладателем трех золотых медалей, победив и в «Рывке», и в «Толчке штанги», и по сумме двоеборья. В весовой категории до 81 килограмма Вячеслав Яркин сначала стал обладателем серебряной медали в «Рывке», затем завоевал золотую медаль в «Толчке штанги» и стал золотым медалистом по сумме двоеборья. Пополнили копилку медалей команды Ульяновской области и женщины. Три серебряные медали на счету у Светланы Ершовой, ставшей серебряной медалисткой в обоих упражнениях в «Рывке» и в «Толчке» и по сумме двоеборья. Татьяна Федичкина, заняв четвертое место в «Рывке» и пятое место в «Толчке штанги», по сумме двоеборья все-таки выиграла бронзовую медаль. Всего в прошедших соревнованиях приняли участие более 200 тяжелоатлетов из 43 регионов России и из Республики Беларусь. По результатам турнира сформирована сборная команды России для участия в играх стран Содружества независимых государств. Эти соревнования пройдут в августе в Республике Беларусь. В состав национальной команды страны включены два представителя команды нашего региона, наиболее успешно выступивших на чемпионате России – Альберт Шарков и Вячеслав Яркин. Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюнеев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет композитор, один из создателей Отечественной школы исторического музыковедения Михаил Иванов-Борецкий. Народная артистка СССР Агриппена Ваганова. Итальянский дирижер, пианист Клаудио Аббадо. Он также является основателем Европейского сообщества молодых оркестров и молодежного оркестра Густава Малера. Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин Кручинин. Композитор, продюсер Виктор Началов. Актриса, певица Ариана Гранде. Продюсер, певица Ариана Гранде. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1941 году в Москве впервые прозвучала песня Александра Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Священная война». Ее исполнил на Белорусском вокзале ансамбль красноармейской песни и пляски СССР. Вставай, страна огромная, вставай за смертный бой! Песня «Священная война» Война народная, священная война! В 1987 году состоялся последний концерт группы «Мумий-тролль» перед уходом солиста Ильи Логутенко в армию. В 2004 году группа «Воскресенье» отметила концертом свой 25-летний юбилей. Так бывает, обещает утро, ясный, теплый день, А к обеду дождь со снегом затевают гонители. Я-то знаю, что скрывает дождевая пелена, Гнев и горе все проходит вслед зиме, Глядит весна. Будет время для апреля после мартовских ветров, Лишь бы сбылось все, что снилось, Стал бы мир не так суров. Год за годом повторяешь, Время прямо держит путь. Можно все начать сначала, Ничего нельзя вернуть. В 2011 году в Москве выступил певец и гитарист, Автор песен, Большей части репертуара легендарных «Криденс» Джон Фокерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok